Дорогие друзья, перед началом видеоролика хочу порекомендовать вам инструментальный телеграм-канал CoinListing, который должен иметь каждый человек, занимающийся криптовалютами. Суть и функционал канала заключается в том, чтобы собирать информацию о листинге криптовалют на ту или иную биржу и сообщать это своим подписчикам телеграм-канала раньше, прежде чем выйдет официальное заявление. Согласитесь, это сильный инструмент, таким образом вы можете получать разницу 10-15% и все это абсолютно бесплатно. Ссылочка на телеграм-канал в описании. Добрый день, дорогие друзья, с вами Криптофатеев. Сегодня мы разберем ситуацию на рынке криптовалют и непосредственно перейдем к анонимам, которые покупают биткоины. И вот, например, один из них, исходя из богатейших кошельков, он купил, значит, 50 тысяч биткоинов. Мы потом это разберем. Ну, а сперва разберем ситуацию на рынке. Новостей пока что нет, но торги значительно уменьшились. Сейчас они равняются 13 миллиардам долларов, что, естественно, очень ниже того, насколько торги были недавно, были 16-15. Сейчас ситуация куда плачевнее. Но, тем не менее, мы видим, что пока что рынок замер в ожидании, считая, импульсивного движения, которое должно произойти. Хотя, исходя из логики, мы должны провалиться, чтобы там закупились игроки с деньгами и потом непосредственно пошли наверх. Поэтому сейчас ситуация, исходя из того, что мы вот упали, это, да, на 5800, и там, например, кто-то закупился. Ну, это такое. То есть, я считаю, что вот это вот, то, что сейчас происходит, повлечет за собой импульс. И непосредственно куда этот импульс уже будет, мы потом уже посмотрим. Что касается, значит, других криптовалют, например, возьмем анонимные криптовалюты. Все вот эти японские события гонило на анонимные криптовалюты. Запрет их, в частности, мы говорим про криптовалюты Zcash. Например, здесь у нас он хорошо отрисовал движение биткоина. Сейчас закрепился у зоны 175. И вот тут у нас будет вскоре развязочка, куда эта криптовалюта пойдет. Либо это будет разворот рынка, либо все-таки будет в дальнейшем дамп. Что касается того, вот насколько в прошлом месяце люди говорили, давали свои прогнозы, в частности, на Западе. Говорилось о том, что тренд меняется с 6 числа. Но мы видим, что сегодня уже седьмое. И тренд пока что меняться не хочет, и на это предпосылок нет. Но что касается прошлого месяца, тренд в прошлом месяце не менялся. 6 число это не показатель. Это параллель как с китайским Новым годом. Якобы там китайцы распродают криптовалюту, чтобы купить подарки. Или бы там консенсус. То есть все это не влияет по большому счету, так скажу. Поэтому есть, значит, предпосылки к тому, что, значит, 6 число в этом месяце, оно, как бы, мы будем во флете. То есть 6 число это не показатель. И, соответственно, ну если вот мы в прошлом месяце, если мы разберем прошлый месяц, когда мы начали какое-то движение, ну это было падшее движение, которое уже сопровождалось с 4 числа. И мы шли вниз-вниз-вниз. Вот тут уже 10-го мы опять-таки шли вниз-вниз. И сейчас нисходящее движение по полной программе. То есть с мая месяца. И это рисуют абсолютно все альты, кроме биткоин кэш. Потому что биткоин кэш, он все-таки из треугольника вышел по графику. Но это, как бы, знаете, не панацея. То есть биткоин кэш, да, может в дальнейшем он все-таки пробьет треугольник и будет еще выше расти. Но это такое. То есть может и не может. А что касается Монера, тут то же самое сейчас происходит. Практически альты придерживаются своих адекватных зон. Это 133 доллара за одну монету. Сейчас на данный момент минимальная. Значит ее цена это 110 долларов. Я считаю до 100 долларов она может дойти. Вполне возможно это с падением биткоина на 5500. И там уже альты полностью попробивают дно. Что касается NEO, тут кто-то, например, закупился на 5800, когда биткоин был, по 28 купил. Да, тут в принципе проценты неплохие, да. Но это не полноценный X2. И, соответственно, я считаю, что игра не стоила свеч. Люди, которые там не зашли на рынок криптовалют 5800, то есть особо выигрышей как бы не остались. Поэтому тут я считаю по NEO у нас будет идти откат. И там, конечно же, как себя поведет биткоин, главная криптовалюта нам все покажет. Но все зоны, все вот зоны у криптовалют, они вот сейчас придерживаются. То есть строго по зонам. То есть все строго по зонам сейчас держат свои позиции непосредственно. Что касается эфириума, тут у нас он тоже таки взял отскок. Минимальная его цена на этот раз ставила 420 долларов. А минимальная цена, конечно, в апреле месяце это 364 доллара. Что, конечно, говорит о том, что есть куда падать. Но я считаю, что эфириум это очень сильная монета. Это очень сильная криптовалюта. Поэтому я считаю, что 420 долларов это адекватная цена. Просто будет все нам говорить о том, насколько биткоин потом у нас в дальнейшем будет возвращаться в ту зону 5800. Да, при такой стагнации рынка, при таких торгах, я считаю, что это возможно. Но в то же время хочу сказать, что киты, они не дураки. То есть давать второй шанс и сейчас, и потом гнать рынок наверх, согласитесь, это очень глупо. Это плюсом будет для тех людей, хомячков, которые вот ждут как раз вот эту зону 5800. А вдвойне хомячки, конечно, это те, кто купили по 6600 биткоин. То есть тут разобраться, конечно, очень трудно в этом вопросе. Потому что у меня лично такая философия брать актив на понижение. То есть непосредственно понижение, искать дно, и так как я уже отметил дно 5800, то есть там уже в дальнейшем, непосредственно даже если сейчас пойдет рынок наверх, у меня есть часть в крипте, и если там уже будут очень хорошие иксы по таким монетам, как 0x и другие, то я буду сливать. Вот. А если этого не случится, я не собираюсь сейчас покупать криптовалюту на повышение. И непосредственно максимум смогу это сделать на откате, в хорошем откате 6200. И то я сто раз подумаю. Поэтому очень трудно тут непосредственно покупать актив на таком движении, на вот таких вот торгах 12 миллиардов долларов. Ну что это за торги? То есть рынок все-таки подвержен стагнации из-за того, что не может эту ключевую зону 6800 пробить. И мы уже это наблюдаем длительное время. Что касается лайткоина, тут у него тоже ключевая зона это 80 долларов, пробив которую он будет идти на низ. Вот. Непосредственно очень хорошая такая линия, значит сопротивление это 93 доллара. Я считаю, что у биткоина это, конечно же, 6800. И пробив 6800 мы идем непосредственно вверх. Если лайткоина выйдет из зоны 100 долларов, то это уже будет полноценный разворот рынка на данный момент считаться. Ну то есть на данный момент, когда я говорю на данный момент, я подразумеваю то, что мы, значит, будем в бычьем движении пребывать где-то месяц. И потом у нас опять будет медвежье движение. Вот. Но это при лучшем раскладе. Поэтому, как бы так вот. Что касается анонима, я обещал кошельков анонимных. Давайте посмотрим. Первонаперво мы тут видим, конечно, тут есть кошельки Binance, BitFenix. Мы их считать и не будем смотреть на них даже. Есть вот тут такой интересный кошелек на 17 месте. Он полностью был пустой. И смотрите, тут, значит, баланс ставил в июне уже 320 миллиардов долларов. То есть он купил 48 тысяч с половиной биткоинов. То есть 48 тысяч 500 биткоинов. Это ой-ой-ой, как много. И непосредственно это нулевой кошелек, и он был просто заполнен. То есть непосредственно 28 число, это что у нас? Это у нас то число, когда непосредственно криптовалютный рынок был на самом дне. Мы можем это посмотреть. То есть криптовалютный рынок 28 числа, на моей памяти, он непосредственно был на самом дне. Вот на его показе 28 долларов. Да, да, да. По биткоину это непосредственно 5800. Вот 5800, то есть тут вот этот аноним купил криптовалюту и тем самым вот так вот поднял рынок криптовалют. Так как разворота полноценного не получилось и не будет, скорее всего, то мы можем предполагать, что сейчас будет длительный флэт и в дальнейшем уже будет развязка. Вот, но фишка в чем? Фишка в том, что была подобная ситуация. Она была в примерно течение двух месяцев, когда другой аноним купил 90 тысяч биткоинов. И это совершенно ничего не сигнализировало. Почему? Потому что он купил эти биткоины по цене за один биткоин 7400. А чем это говорит? Это говорит о том, что вот если вы хотите определять курс биткоина, куда он пойдет по вот этим кошелькам анонимных, да, анонимным кошелькам, то это очень плохая затея с точки зрения того, что вы ничего из этого просто не выбьете, да, вы просто потратите время. Почему? Потому что это не панацея и, соответственно, тот человек, который купил там 94 тысячи биткоинов, он хомяк получается. Он хомяк, потому что он взял на тысячу долларов дороже биткоин, ну практически тысячу долларов, да, на 800 долларов. Поэтому я считаю, что определять по кошелькам, кто, что, сколько биткоинов закупил, это огромная такая глупость. Это огромная глупость, которая, ну, такое, так себе. Ну и здесь мы видим, что вот пустой кошелек, аноним непосредственно купил 86 тысяч биткоинов. 86 тысяч биткоинов, то же самое аноним купил. То есть мы видим, что по сути не влияет вообще это никак. И мы видим, что это было в июле. А в июле, 1 июля, какой у нас курс был, давайте посмотрим. 1 июля у нас уже было повышение. Это было вот так вот. Это было 6300. 6300. Непосредственно 6300 за биткоин взял второй чувак. Вот, поэтому я считаю, по кошелькам это такое ванговать дело не очень, да. То есть если по теханализу еще можно там сказать, куда биткоин пойдет, да, как бы, то по вот этим богатым кошелькам это невозможно. То есть аноним купил 86 тысяч биткоинов. Вот такие дела. Ну а с вами был Криптофатеев. Всем удачи и всем пока.